МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстан, Крым и Мордовия, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях по адресам прожилования нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и импортного производства, 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26 тысяч патронов различного калибра, 130 килограммов взрывчатых веществ, 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы. Прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Размещение предложений по сбыту средств поражения осуществлялось злоумышленниками в сети интернет. Оплата приобретаемого оружия основных частей и боеприпасов производилась посредством электронных платежных систем, а его доставка покупателям через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании. Вступившими в силу с 12 июля 2021 года изменениями ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации усилена уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления, переделки сбыта оружия и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе с использованием сети интернет. В составе групп лиц по предварительному сговору и организованной преступной группы. В этой связи действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться уже с учетом новых норм уголовного законодательства. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова